всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня у нас долгожданная для меня распаковка сайта шеи я настолько поздно снимаю это видео что это просто ужас дело в том что эта посылка пришла в тот момент когда я уезжала в деревню прям в этот день когда я прям выезжала из города я позвонила порвание попросила ее забрать эту посылку потом мой брат привез эту посылку в деревню я думала что в деревне на фоне травы на фоне деревьев я где-то там засниму для вас распаковку но погода не позволяла поэтому пришлось ее привезти обратно в боку и когда я приехала сюда тоже замоталась что-то все никак руки не доходили одно платье я уже отдала перване я ей заказывала платье очень красивое а все остальное мне сейчас мы будем это все дело рассматривать итак первое что я здесь вижу это кепочка я давненько себе хотела кепку на самом деле смотрела у нас здесь в магазинах скажу честно я не особый любитель головных уборов я это все дело не очень люблю там разные шляпы всякие панамки не знаю под крупные бижутерии подобные аксессуары это немножко не мое стоила эта кепочка сравнительно недорого копейки там я буду вам писать цены обязательно в общем неплохо она выглядит за свою цену самое то единственный момент я никак не могу приучить себя носить кепки потому что сейчас как раз то время когда их нужно носить потому что скоро будет очень жарко и я думаю что кепка будет не в тему поэтому как-нибудь под какой-то лук обязательно надо сделать комби и надеть кепку может даже сделать фотографии в инстаграм кстати если вы не подписаны мою инсту то обязательно сделайте это ссылка будет в описании под видео когда я получила эту посылку некоторые вещи кстати вам показала уже в инстаграме и так следующее что я вижу это прозрачные бретельки я не знаю как почем у вас в городе они стоят но у нас значительно просто дороже чем на шее еще плюс надо искать по разным магазинам где продается нижнее белье короче я люблю заказать вот огромную стопку в этот раз мало заказала взяла только здесь по моему три пары если я не ошибаюсь но в прошлом году я покупала очень много и кстати когда я убирала летние вещи эти бретельки я куда-то убрала и сейчас я их не могу найти у меня часто кстати дома такое бывает что вещи пропадают да я реально не шучу есть одна юбка которая у меня действительно таким образом пропала и уже четыре года я ее не могу найти меня пропало две помады в общем дома у меня как будто домовой хотя в этого все не верю но все же это имеет место быть поэтому на всякий случай я заказал себе еще бретельки потому что у меня очень много платьев с открытыми плечиками а ходить без бюстгальтера я их честно не очень люблю но есть варианты платьев которые позволяют это делать например вот это платье уже его померила мне она очень очень понравилась девочки советую если там останется в наличии потому что на шейн как я вам до этого говорила очень часто меняется ассортимент можете ее потом не найти во первых расцветка она невероятно крутая посмотрите какие красивые цветочки материал классный а самое главное самое главное это то что здесь есть подкладка и выглядит она очень классно то есть сделано шито хорошо никаких нареканий нету благодаря этой подкладке это платье выглядит немножко даже объемнее длина оптимальная и самое главное здесь такая резиночка которая позволяет носить это платье абсолютно без бюстгальтера ничего лишнего видно не будет и в то же самое время вам будет безумно удобно и комфортно у меня подобное платье в красной расцветке есть но это на одно плечо и это тоже я решила взять такие легенькие платья на каждый день просто быстренько одела и пошла в магазин или еще куда то вообще я думаю это платье с каблучком будет смотреться гораздо лучше но я не люблю каблуки вы меня знаете я за комфорт поэтому наверное я буду ходить в каких-то шлепанцах и в этом платье и пусть все вокруг говорят что так некрасиво главное удобно именно кстати с этими соображениями я не беру для себя супер откровенные какие-то наряды потому что в них мне некомфортно некомфортно в том плане что я постоянно думаю блин у меня ничего лишнего не видно так так надо подправить юбку и так далее поэтому супер короткие какие-то максимально откровенные вещи я не покупаю только с этих соображений потому что в таких вещах мне некомфортно некомфортно потому что что-то лишнее видно двигаемся мы с вами дальше очередная футболка оверсайз но сейчас на вот эта футболка мне нравится гораздо больше она действительно объемная а здесь несмотря на то что я вроде не маленький размер взяла сейчас даже посмотрю и точно вам скажу какой размер я взяла я взяла м но несмотря на это она не очень большая а я хотела прям такую большую вот как эту футболку вот эта футболка она не прям по душе и ее постоянно ношу вы можете во влогах это видеть и даже сегодня я решила ее надеть хотя шкаф просто ломится от вещей но я хожу в одном и том же как мне пишут в комментариях зачем ты заказываешь ты ходишь в одном и том же на самом деле вы правы есть вещи которые я вообще не носила ни разу кстати я вчера вечером разбирала гардероб я даже хотела вам снять немножко видео показать вещи которые просто висят меня в шкафу потом подумал наверное вам это не будет интересно и решила без вас разобрать гардероб и действительно столько вещей которые куплены и просто висят я сейчас даже думаю может эти вещи кому-то отдать в общем вот такая футболочка в синей расцветке такой знаете добротный темно-синий цвет я сначала думала что она черная а потом обратила внимание что нет потому что посмотрела отзывы всегда смотрите отзывы и обязательно оставляйте отзывы потому что за них вы получаете баллы на которые можете что-то себе купить топики которые я купила два вот два топика на самом деле один из них я покупала для нармишки помните девочку которыми делал макияж и находили разрисовывать стаканчики вот как раз таки для нее я купила один а другой для себя но если честно сейчас я смотрю на этот топик и я понимаю что он будет ей велик потому что мне даже он чуть-чуть большеват я представляю насколько большой будет ей на самом деле я это покупала на подарок а сейчас я понимаю что лучше будет ей заказать на размерчик меньше а этот подарить другому человеку пропорция которого плюс-минус одинаковые со мной я вот честно вам скажу когда я что-то кому-то покупаю я всегда хочу угодить и мне всегда приятно когда мою вещь то есть вещь которую я подарила человек носит я не то что просто для галочки кому-то что-то дарю мне действительно хочется угодить человеку и объективно этот топик будет для нее большой я вот это даже представляю как вы думаете что делать мне кажется лучше заказать ей на размер меньше а этот подарить какому-то другому человеку что вы думаете пишите обязательно в комментариях топ даже на мне чуть-чуть велик то есть даже мне нужен xs а она значительно худее чем я я реально не учла этот момент и вообще заказывать одежду на самом деле кому-то очень сложно особенно если ты хорошо не знаешь человека с другой стороны пропорции тела видны сразу и как бы ты понимаешь это пойдет этому человеку или нет но здесь я просто чисто промахнулась на самом деле но вообще и в плане вкуса тоже угадать что например вот это точно понравится этому человеку очень сложно предугадать а мы двигаемся дальше с недавних времен на шейн появился ромби я решила заказать себе платье шка которая по фасону очень-очень девочки понравилось вот реально то что я хотела такой знаете кукольное платье вот с таким вот а манжетами или как правильно называется нет не манжет ну короче в общем очень красиво мне безумно нравится но единственный минус который сильно прям ощутим для меня это платье просвечивает я ненавижу когда платье просвечивают пусть даже это будет короткое платье но из плотной ткани чтобы ничего лишнего видно не было здесь к сожалению есть этот косяк нужно обязательно носить телесное белье что-то надо придумать с этим платьем потому что так его носить к сожалению я не могу в отзывах я об этом написала потому что возможно для кого-то это тоже существенный минус я конечно понимаю что это платье безумно легкое летом в нем не будет жарко и так далее все эти плюсы я конечно же учитываю но когда видно твое нижнее белье и платье как будто прозрачное и ты почти голая ходишь по улице для меня это просто табу я не могу иногда я вижу девчонок например они в брюках и прям брюки просвечивают и прям видно какого цвета у девушки белье какой формы и для них окей то есть их это ни капли не смущает и это прекрасно знаю поэтому вас предупреждаю то есть если для вас окей то заказывайте для меня нет так фасончик ну прям все мне нравится я прям на куколку похоже в этом платье ну на мой взгляд по крайней мере фасончик супер все прошито просто идеально то есть очень нравится и еще кстати я даже не ожидала но в пакетике был еще один такой небольшой пакетик ромби и здесь у нас такой вот бантик только я не поняла куда его может на голову куда-то можно здесь такая небольшая булавочка но можно под какую-то заколку например под какую-то резинку и на голову или же на само непосредственно платье но мне кажется этот бантик безумно красиво дополнит ваш образ куда бы вы его не присобачили можно на сумку но мне кажется скорее на голову на голове будет смотреться это гораздо красивее в общем такой небольшой аксессуар тоже был платье которое я купила просто знаете спонтанно там дело в том что у меня были купоны если ты заказываешь на 140 долларов там получается скидка не помню сколько точно в общем не был такой купон я понимаю что мне надо еще добрать чтобы получить этот купон айка пошла добирать корзину и просто знаете машинально чисто закинул это платье в корзину честно не ожидала ничего хорошего от этого платья то есть не могу сказать что вот я прям долго смотрела на него долго она была у меня в корзине я думала брать не брать что делать то есть такого не было спонтанно купила и честно просто в восторге это платье абсолютно не просвечивает но в то же самое время оно очень легкое приятное к телу очень крутое платьишко еще плюс как я люблю здесь вот такая сборочка в области грузи а значит можно носить без бюстгальтера но здесь такой фасончик такой крой что даже если вы будете в бюстгальтере ничего лишнего видно не будет то есть плечики у нас на месте и бретелек точно видно не будет классные рукава честно я в восторге от этого платья я знаю в комментариях мне напишу что у тебя 100 таких платьев похожих не таких похожих платьев с таким цветочным принтом но пусть будет еще одно такого же точно нету все таки когда погода потихоньку становится лучше весна хочется чего-то нового несмотря на то что у меня летних вещей очень много все равно вот это вот прекрасное настроение весеннее она заряжает нас и хочется покупать это не только касается онлайн покупок но и оффлайн я заметил что в обычных магазинах тоже сейчас очень много людей все что-то покупают меряют и так далее я если честно для себя решила даже если у меня куча промахов на онлайн покупках все равно ходить по магазинам и непосредственно мерить стоять в очередях это безумно затратно чисто по времени то есть мы можем там с подружкой где-то гулять посетить в ресторане и альтернативы того что мы просто погуляем мы можем например сходить немножко по магазинам и пошопится то есть этот момент я допускаю но чисто выходить из дома потратить целый день свой чисто на шопинг и ходить по магазинам мерить искать то что ты хочешь для меня это очень тяжело морально я устаю и так далее мне проще заказать пусть даже некоторые вещи мне не подойдут какие-то вещи подойдут учитывая что у меня параметры стандартные в основном вещи мне подходят и как вы видите я их ношу но если у вас нестандартные параметры и вещи обычно вам не подходит или не нравится понятное дело не советую вам заказывать онлайн в общем я хотел себе какую-то рубашку на самом деле не могу сказать что прямо это то что я хотела в общем у меня есть шорты джинсовые короткие уметь кроп я хочу под этот лук еще сверху надевать такую рубашечку я ее специально взяла в размере l чтобы она сидела на мне так свободненько еще в прошлом заказе помните я хотела что-то наподобие заказала себе рубашку а там оказалось что здесь нет пуговиц то есть она сплошная то есть это даже не рубашка блузка так скажем поэтому я решила это исправить и вот на лето заказала себе вот такую рубашку она немножко кстати как будто рифленная я вот этого не знал не обратила точнее внимание на фотографии оказалось что она вот такая но в принципе она меня устраивает у меня еще есть платье где вверх супер открытый и я хочу как бы эту рубашечкой дополнить очень во влогах буду показывать вам образы какие комби я замутила с этой рубашечкой в принципе она мне нравится все отлично чуть-чуть длинновато рукава но в принципе так оно и должно быть а так все замечательно все отлично прострочено пока что не стирала я думаю что и стирку пройдет отлично так двигаемся дальше я почему-то думал что вещей гораздо больше но нет последнее что я здесь вижу это такой комплектик тоже знаете спонтанная покупка и покупка которая мне сделала вывод то есть я сделал для себя вывод что вообще шорты брюки покупать на шейн не стоит знаете почему потому что это с но в каком месте это с посмотрите какие огромные шорты вот как это может быть с я не знаю на кого они шьют они шьют на квадратных девушек причем знаете вверх такой достаточно миниатюрный и низ тоже хороший просто в талии они огромные который раз заказываю шорт даже в самом маленьком размере но в талии мне все велико все висит в принципе можно и носить и так но эти шорты они на мне не сидят изначально кстати я боялась этого момента и посмотрел даже в размерной сетке чуть-чуть всегда велико вот в размерной сетке например указано что талия 65 а придет что-то 6870 к примеру да а у меня талия 60 и когда в размерной сетке 65 я думаю ну ладно чуть-чуть будет большева то окей а приходит 70 10 сантиметров лишних мне нафиг не нужны поэтому не знаю может быть отдать швее я естественно поглажу одену и вам обязательно продемонстрирую это все в мятом еще виде я мерила в общем все хорошо но только не нравится размер а это вроде как нужно носить вместе верх классный верх можно носить даже отдельно сверху никаких проблем нету все сидит все хорошо а вот низ я не знаю что делать в общем вот такие вот покупочки ссылочки я обязательно вам оставлю возможно на какие-то вещи ссылки уже сгорели а так в общем заказом я и честно довольно все вещи мне нравятся это был мой второй заказ в этом году помните я вам говорил что в этом году я сделаю всего два заказа за год не знаю получится у меня или нет в принципе я могу на этом остановиться потому что зимние вещи не особо люблю но я думаю что сильно сдерживать себя заставлять прям не заказывать не стоит если прям захочется если это поднимает мне настроение почему бы нет но пока что меня все устраивает очень у меня все есть нету такое что что-то конкретно мне нужно а вам огромное спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно ставьте лайки подписывайтесь всех люблю целую с вами была айка